Всем привет! Здравствуйте, Александр, здравствуйте. Блин, мне так немножко не видно, что вы пишете. Вот так поеду. Все равно скорость передвижения составляет 4 км в час. Ну, рассказывайте, кто чем занят в этот четверг сегодня, правильно же? Судя по количеству людей в эфире, все либо еще на работе, либо в дороге, либо в магазинах. В общем, еще занимаются своими делами и не до инстаграма им. Спасибо, вот муколтин сосу. У меня в одном кармане одни таблетки, в другом кармане другие таблетки. Просто ужас. У меня просто кроссы. Ну, вопрос, какие? Просто ходить какие-то модные или для тренировок. Может, какие-то брендовые хотите. Много вариантов. Мне терапевт просто вот так, закрытыми глазами, печатал мою санаторно-курортную карту. Она говорит, тебе надо не в санаторий, а в больничку. Со всеми моими диагнозами. Ну, я говорю, кто знал, уже все уплочено. Да так, что аж плакать хочется. Господин Рогов, какая честь видеть вас сегодня с нами. 8 марта. Это очень важный праздник. Девушек надо радовать. В каждой бабе цветы. Если бы я была депутатом, или мэром, или губернатором, или президентом, я бы штрафовала за то, что на 8 марта не дарят своим девушкам цветы. Девушкам, женам, дочерям. Цветы и какую-нибудь вкусняшку. Ну и макбук. Так, до кучи, если. Ну, вдруг у нее нет. Лишним не будет. Ох, ты сучка воспользовалась тем, что я отвлеклась, перестроилась. Каждый метр в пробке ценен. А меня тут... Нет, я не разыгрываю по одной причине. Простой. Потому что, ну, во-первых, я заболела. Это очень... Что, какие-то поезда мне сигналят. Во-первых, очень заболела. Это меня выбило из колеи. Вообще, в принципе, из жизненной. Все дела просто отложились на вот эти два дня. Сегодня и завтра. Во-вторых, у меня в субботу уже прилетает мама, и мы уезжаем. У меня не будет практически весь март. Я элементарно не смогу ни подарить эти подарки. Ладно, бог с ним забрали бы. Я не успела ничего подготовить. Ну, короче, немножечко в этом плане 8 марта мимо моего инстаграма. Что вы так за жижу переживаете? На ней я еду. Стоит она у меня во дворе. Никуда не денется она. Под хаммерами. Ярославль, привет. Здесь же не только Новосибирск. Напишите, кто из другого города. Это прикольно. Кто-то, может, рядом со мной стоит в пробке, смотрит мой эфир. Ростов, Питер, Владимир. Нифига себе. Прикольно. Киселевск. Какой у меня всероссийский, оказывается, профиль. Представляете, вот так вот я соберусь, например, в Питер и напишу, кто у меня есть из Питера. И у меня там есть кто-то, мне все подскажет, посоветует, гостиницу, куда сходить. Это же так прикольно. Потряситесь немножко, я тут ни при чем. Спасибо городу за это, дорогам. Новые стики. Короче, у меня лежат, вот эти, которые лимитированная, да, серия. У меня они так и лежат. Четыре там видов или сколько их мне дали. Одну фиолетовую попробовала. Какой-то, блядь, слишком много левых привкусов. Я вообще сейчас, вот как заболела, очень мало курю Айкос. Мне, во-первых, невкусно. Во-вторых, что-то, слушайте, походишь по этим больничкам, послушаешь этих врачей и думаешь, ну его нафиг. Макс, пока моя машина катится мимо рейстика по такой пробке, я смогу выйти из нее, обнять тебя, выпить бокал вина и обратно выйти сесть в нее. Еще покурить с тобой успеем. А машина всего лишь метр проедет. Ну а без шуток, может быть, вечером заедут. Ты там сегодня? Что за хаотичное движение? Ну что вообще? Так, куда вы? На бок, довальтесь. Ну-ка, стоять. Я не принцесса. По одной очень веской хотя бы причине. Градусов у нас, слушайте, я не знаю, а, минус 4. Я когда научила, где в моей машине градусов, она мне говорит, сколько градусов, я говорю, я не умею, не понимаю, тут все на корейском. Она говорит, так вот, я говорю, бссс. Да ничего он не пованивает, его чистить надо. И, кстати говоря, когда разные люди курят Айкос, а от всех по-разному почему-то он пахнет. И не понимаю, почему, но это факт. Ну вот, Макс, вполне возможно, что вечер... Ой, отпустите меня, отпустите меня. Так что отложи там бутылочку кристалла для дамы. Я сегодня жажду веселья. Блин, я получила эту сраную санаторно-курортную карту, и в итоге мне терапевт такая говорит. Вы еще не сдали, раз у вас со спиной едете, еще надо прийти невролога, еще надо сдать биохимию, еще надо сдать кау. Короче, там еще куча всего, я говорю, ладно, пофиг, это уже все в белокурихе сдам. Я же не знала, наоборот, реально. Вот. Вот этот индусский круг должен был вот здесь вылезть, а вылез не посмешили. Что вам рассказать? Спросить что-нибудь, я вам расскажу, а то я просто реально засну, мне ехать еще, ну, недалеко, но, блин. Видели пирожники? Мм, я сточила одно пирожник. Это сырный крем, господи, он мне иногда снится. Прям идет такой на меня. У меня знаете, что есть? Я сегодня не удержалась в этом фитнесе. Киру искупила. На кассе. Я, короче, забрала две последние, я не знаю, может они еще будут. Аленыч, протеиновый шоколад. Блядь, это очень смешно. Да, что такое, мне все мальчик. Просто, прикиньте, шоколадка. Надо тренеру одну подарить. Пусть и ест, и вспоминает меня. С кем в Белокуриху? Я буду, вы не обижайтесь, если выборочно, потому что, что вижу, то и так трясет. Короче, я еду в Белокуриху. Ленка едет с сыном. Она уезжает раньше, на сутки. В субботу утром прилетает моя мама с сеструхой из Москвы. Мы едем вот втроем на мне, на моей машине. Еще у нас едут друзья. Там, короче, три машины, по-моему. Еще там уже мамины, подруги. Ну, короче, у нас, как обычно, в марте в Белокурихе собирается целая банда. Как обычно, теперь для меня, а как обычно, раньше для них. Они так всегда есть. Сколько, мне показалось, с кем? А, с кем тоже был вопрос. Я еду, у меня путевка на 12 дней, но по факту там получится 13, потому что мы приезжаем 8 вечером, и потом, получается, еще полсуток мы доплатим, потому что, ну, чтобы в ночь не выезжать. Ну, и получится 13. Макс, здравствуйте, здравствуйте. Макс, ты с кем отправляешь запрос? Я боюсь, что у нас не получится совместно, потому что у меня капец. Просто два деления. Я не знаю, вообще, вы меня нормально слышите, нет? У меня, в общем, проблема. Несколько дней подряд я прям психую очень сильно. Я хочу сменить оператора связи. У меня МТС, и он меня раздражает настолько, что я чуть телефон вчера в стену не бросила. Он меня не ловит нигде. У меня может просто оборваться сеть. Он мне может дома не ловить интернет. Мне приходится включать авиарежим и обратно. Ну, или сотовую связь отключить, включить. Тогда все работает. Минут 5. Потом опять. Короче, мне это бесит. Клубнику в шоколаде. Я же вчера отмечала. Да или... Да или... В конце Y. Да. Или наоборот. Да, Y, Ли с точкой. Или да, точка, И, Ли, И, 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 И. Короче... Да. Аж закажешь. Такое ощущение, что я по бездорожью где-то прыгаю. Не только у меня МТС так работает. Да ты что за фигня? Ну, это вообще ненормально, я считаю. Прям бесит. Алис Букет тоже не принимает давно еще. Я же у нее в прошлый раз заказывала. Я даже не знаю. Ну, только садиться и мониторить Инстаграм, вводить клубник в шоколаде Новосибирск, ну, можно хэштег и мониторить. Смотреть у каждого профиля сториз. Так будет быстрее. Скорее всего, все в сториз уже выгружают. Типа там, осталось там пару заказов, примем, либо уже не принимаем. Вот. У меня просто, к сожалению, сейчас как бы не хотелось вам помочь. У меня нет возможности это сделать. Симку поменяете? Да, конечно. У меня номер, мне мой, нравится. Он такой легкий. Его уж столько народу знают, у меня много лет, поэтому... А, ну сейчас же можно любого оператора и сохранить свой номер, верно? Ну, хорошо, тогда скажите, МТС говно. Что не говно? Тоже, видите, не проверишь. Вот у нас в доме, как оказалось, МТС плохо ловит. У Оксанки наверху вообще беда со связью. У нее вообще высокий этаж. И вот как я угадаю? Возьму мегафон, он тоже не будет, например, ловить. У кого там у нас самое хорошее покрытие? Кто, может, работает в этой сфере? Вы же должны шарить. Йоту не хочу. Вот, по-моему, на Йоту не перевестись со своим номером. Там вот это 099 или как там. Йоту не признаю, потому что, ну, короче, не знаю. И вообще не знаю. Как осталось? Мегафон, Теле 2, Билайн и МТС. И всегда почему-то у меня с детства ассоциация, что самый дорогой это Билайн. У них же всегда там была эта посекундная тарификация. Ну, как бы это-то ладно, пофиг уже, но дорогой. Я и так плачу, блин, капец. Хотя у меня номер, это тариф для сотрудника. Ну, нифига. Я лимит все время превышаю интернета, и в итоге я где-то 1300 плачу. Я считаю, это очень дорого. Мегафон, мегафон. У меня не разделились. Вот. Какие у меня еще проблемы? Я просто не знала, что можно со своим алкоголем побьет его. ой, я под стрелку встала, но извините. Извините, я проеду, это очень страшно. У меня вообще-то 62 человека в машине. Войдите в положение. Ой, только мы забуксуем, нам надо его обоградовать. Молодец, молодушка. Я хочу себе купить жив. Я хочу рейндж-ровер Ивок. Это мечта всей моей жизни, но у меня нет на него денег, но я его куплю. Я куплю его себе на день преждения. Я не знаю, как я это буду делать. Я поставила себе цель без потери вот этого автомобиля. Мне так жалко, он, блин, их так мало в России, в такой комплектации. И то, что он из Кэпи с Кореей сразу будет. Нет, не такие, как у нас продают. Ну, на крайняк, конечно, придется и его продавать. Хотя очень не хочу. Хочу, чтобы у меня была и низкая, и высокая машина. Ну, тут, конечно, бред, наверное, для девочки особенно. Мне хочется. Я уже все кишки стрясла. Это я еще по более-менее еду местам. Да, так и будет. Неважно, меня вообще не волнует как, но так и будет. В смысле, каким образом, неважно. Я хочу прямывок с панорамной крышей. У них панорамная крыша не как вот у меня по секторам, а полностью зеркальный потолок, без всяких перекладин. То это просто, я не знаю, машина от боженьки. Ну, и вроде высокая, вроде и по налогу нормальная, по расходу. Там объем небольшой. Это одноразовая ложка. У меня в машине всегда ложки одноразовые. Это как Наташе, да, пришло сообщение в WhatsApp. Блин, нифига у меня волосы отросли. Вы видели, какие длинные? Мне несколько человек уже за эту неделю спросили, нарощенный ли у меня волосы. Нет, конечно. Наташе пришло сообщение вчера в WhatsApp. Просто фотка белой норковой шумки. И написано, помогите собрать на мечту. Ну, не знаю. Я уехала из дома до завтра. И не взяла капли в нос. Что я за идиотка? У меня сейчас уже аптеки не будет. Капучи никакой. Буду храпеть. Если что, на крайняк устрою распродажу своих вещей. Хоть сколько-то. Да, в копилочку рейндж-ровера. Дети смотрят на моего мусора. Перестаньте мне в любви признаваться. Я же стесняюсь в общине это. Я жду не дождусь, когда я выздоровлю. Потому что из-за этого мне реально... Я не знаю, как вы смотрите мои сторис. Во-первых, я гундосю. Во-вторых, такая какая-то безэмоциональная. Ну, как бы я не люблю. Даже если я внутри очень спокойная, как удав. Я люблю выглядеть жизнерадостно. А я такой не выгляжу. И мне аж не по себе. И меня это дико раздражает. А кто бы что тут каким макаром идет? Просто по дворам, по улице. Пробка бежает. А еще, как бы помимо того, что мне нужно накопить на ровер, мне нужно за это лето построить дачу, съездить в мае в Турцию. И потом еще, как бы, зимовать на Бали. Я ни разу там не была. Я хочу поехать. Мы с девчонками прям, ну, очень сильно визуализируем, чтобы воплотить эту мечту в реальность. Потому что, конечно, туда даже отдельно билеты дорогие, путевки дорогие, виллы дорогие, короче. Я не знаю, как там люди выхватывают что-то и туда летают. Мы пока сколько мониторим. Пока что-то сильно неподъемное. На иголке. Ну, это, это... Типа по приколу захотели. На самом деле ничего приятного-то нет в иголках. Просто от того, что ты понимаешь, что тебе сейчас станет легче, это капец. Это, конечно, кайф. Просто как мне некоторые пишут, типа, у меня тоже спина болит, но на иголке никогда, я боюсь. Я отвечаю, значит, не болит. Ну, потому что я тоже не мечтала на иголке ходить. Но заболела так, что просто, если бы он даже ножи мне в спину втыкал, я была бы рада, если это поможет. Вот и темнеет уже. Чувствуете, выходила в эфир, так светло было, уже темнеет, темнеет. Так, я не поеду. Ну, это вы будете жить на СТО с ровером, а мне-то там, что жить. Поломается, починят. Уж с СТО-то точно никаких проблем у нас нет. Так что за это я вообще не переживаю. А если так рассуждать, можно вообще сидеть дома. Это знаете, как люди. Пентхаус, да? Нет. А вдруг лифт сломается? А как что, затаскивать? А вот не дай бог крыша протекать будет. Что за бред вообще? Зачем об этом думать? Иголки стоят... Консультация. Сначала надо на консультацию. Консультация у этого доктора стоит 500 рублей. Приходит на консультацию. Кому-то сразу иголки. Он рефлексотерапевт. Он не только иголки ставит. Если вы хотите иголки, он будет ставить иголки. И все. Он смотрит. Кому-то сразу, а кому-то, кто с какой проблемой пришел. Кому-то какие-то обследования нужны. То есть, назначают, отправляют сдать анализы. Пройти какого-то доктора и так далее. То есть, это тоже не просто так. Он же не какой-то там ясновидящий. Он прям врач. У него основное образование это врач-анестезиолог. То есть, он кандидат медицинских наук. И вообще потом иголки стоят 30 минут 600 рублей. Часть 1200. То есть, нужно либо 4 часовых, как у меня, приема. Либо можно все это растянуть, чтобы не напряжено было и по деньгам, и по организму. На 8-10 полчасовых. Кто мне кидает запросы? Я же даже не понимаю, кто, зачем. Закладки от шишки, конечно. Но я объективно понимаю, что, например, по таким пробкам зима. Ну и вообще то, что как бы не у всех есть автомобили, мало кто доедет. Это не очень комфортно. Все зимой как-то более тщательно планируют свое время. И лишний раз срываться никуда не охота. По себе вот знаю. Поэтому потеплее станет. Будет весна, лето. Будут, конечно, закладки. Да, без них обязательно. Так, ребята, мне пофиг, я на краске проеду. Я уже устала тут стоять. Здесь тоже пробка. Отлично. Блин, из одной пробки вырвалась другую. Жуковского просто жесть стоит. Ну, у меня есть на это друзья и так далее. Люди, у кого есть автомобили. Как бы не надо мне как лучше говорить. Если я хочу, я все равно это сделаю. И все. Я хотела ранджровер. Большой. Все, он у меня был. Класс. И нифига не из-за того, что, ну, как бы, затратно по обслуживанию я его продала. А потому что, ну, я не рассчитала свои силы в плане бензина. Ну, это очень неприятно заправляться каждый день на тысячу, на полторы. Прям очень неприятно. Ну, и налог, конечно, высокий, сильный. А так, это самая, вообще, лучшая машина. Если бы у меня сейчас было много денег, я бы взяла ранджровера большого. Пятилитрового, прям, или десятилитрового. Едешь, как на автобусе, такой кайф. Вот. Вот такие дела. Я-то почти доехала до нужного мне поворота с вами. Завтра у меня последний день, когда нам надо просто с Юлей сделать марш-бросок. Мне надо съездить в Корейскую, потому что у меня все позаканчивалось. Мне с собой надо, начиная от крема, просто для лица заканчивая, там, патчами. Потом, шампунь у меня тоже почти закончился. Так, мне здесь поворачивать или где? Потом надо съездить в Альберте, взять себе кайфовую пижамку. Потом мне нужно съездить в Айеле, короче. Если такие будут завтра пробки, еще и пятница. Я так понимаю, мне до часов трех нужно все успеть сделать, иначе потом уже город встанет. Восьмого, восьмое. Тихо, тихо, тихо. Чуть не проспала по воротам. Так, ребятки, все, мне надо звонить, чтобы мне открывали ворота. Я вас всех целую. Не скучайте. Завтра увидимся. Буду вам ныть весь день и рассказывать, как мне плохо, как я болею, или наоборот, как я выздоровела. Будет завтра снова миллион сториз. Все, всем пока.